Мне, как депутата Верховного Совета и члену Комитета по правам человека, в свое время пришлось проехаться практически по всем, ну скажем так, по большинству колоний, зон, тюрем и так далее. Поверьте, минута пребывания в тех условиях, в которых находятся сегодня политические, неполитические, любые осужденные, это стоит жизни, это стоит муки, это стоит будущего здоровья, это стоит очень многого. Поэтому сокращение срока пребывания там, это безусловное благо. И даже если это будет с помощью так называемой амнистии, да и ради бога, лишь бы выйти оттуда. Потому что здесь существует такое как бы внутреннее сопротивление, как же, так сказать, мы же политические, или там, ну они так считают, и мы, наверное, так считаем, что что связано с Болотной, это точно. То есть, как бы, это прощение государства и признание вины. Наплевать на все это, потому что абсолютно большинству нормальных думающих людей очевидно и ясно, что это всего лишь политическая расправа с неугодными. Будь то Пуссерайт, будь то там Болотная площадь, будь то Ходорковский, это не важно. Так вот, надо перешагнуть через это, надо перешагнуть, не прося у государства ничего, согласиться на эту амнистию, как бы признавая свою вину. Пройдет совсем немного времени и политические заключенные станут одним из руководителей нашего государства. И тогда все это встанет им в плюс, а не в минус.